9 декабря в Славянку приехал мобильный детский технопарк «Кванториум». Учебным центром стала славянская средняя школа номер один. В течение дня обучение смогли пройти около 200 школьников. Мобильный технопарк – это возможность для детишек окунуться в мир новых технологий. В Славянке первыми опробовать мобильный детский технопарк «Кванториум» смогли учащиеся 5-11 классов средней школы номер один. Для школьников были организованы мастер-классы по нескольким направлениям. «Гео- и биоквантум», «ВР-квантум» и «Аэроквантум». Дело в том, что сейчас в крае реализуется масштабный проект по развитию изучения технических и естественных дисциплин. Это соглашение позволяет нам стать базовой опорной школой данного учреждения в Хасанском районе. В связи с этим к нам начинают приезжать уже и сегодня первый знаковый для нас приезд – мобильные технопарки. Детские технопарки – это сеть площадок по всей стране. Оснащенных высокотехнологичным оборудованием, которое направлено на подготовку школьников, будущих квалифицированных специалистов, готовых к разработке и внедрению инновационных технологий. Технопарки – это не просто возможность дополнительного образования, но и самая настоящая гузница кадров, которые так необходимы и науке, и экономике страны. Мобильный технопарк создан совсем недавно. Вообще-то это всероссийская программа, направленная на техническое развитие детей. Это современный мир, и в этом мире есть такие профессии. Мы просто их готовим, показываем, что есть такие возможности, и есть потребности в современном обществе в таких профессиях, как, допустим, все мы сейчас пользуемся картами, это Google Maps, Дубль ГИС, и, естественно, нужны специалисты, которые будут это создавать, этот мир, который становится более нам удобным. То есть в нем нужны вот эти профессии, и можно быть как пользователем, так и тем, кто создает такие инструменты. Школьники смогли попробовать свои силы в нескольких научно-исследовательских и инженерно-технических направлениях. Поближе познакомятся с направлениями Кванториума и его педагогами. Живой отклик и интерес у ребят вызвали виртуальные очки и запуск квадрокоптера. Вместе с педагогами школьники смогли поучаствовать в запуске квадрокоптера, правда, не на улице, а в спортивном зале. Это одна из профессий будущего. Пилот квадрокоптера, и она будет востребована через какое-то время, и сейчас на нее есть спрос, потому что можно с помощью квадрокоптера отслеживать местность, контролировать ситуацию, как она развивается, можно делать карты топографические. На площадке технопарка дети получают знания по принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практике. Это только первые 200 славянских школьников, которые смогли приобщиться к новым технологиям. Но в планах организаторов проводить подобные мастер-классы и с учениками других школ не только славянки, но и района. Собственно говоря, формат базовой опорной школы предполагает, что в каждом районе создается такая площадка. Почему? Потому что на одной площадке проще это отработать, и всегда проще приехать партнеру с крупного города в одно и то же место. Во-первых, здесь будут соответствующие аудитории. Возможно, какие-то из этих инструментов могут находиться и здесь. Что касается других школ, безусловно, сейчас речь идет еще и о том, чтобы дети из других школ могли получить возможность в этих приездах тоже участвовать. И даже рассматриваются варианты, может быть, заезжать куда-то, где небольшие школы в районе, чтобы это было удобно, в первую очередь, для детей. Создание детских кванториумов в крае предусмотрено региональным проектом «Успех каждого ребенка», что позволит развивать новые формы дополнительного образования для маленьких жителей всего Приворского края. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.